Сотрудники Люберецкой ГИБДД подхватили стафету донорства. Она стартовала 20 апреля во Всероссийский день донора. Кровь уже сдавали сотрудники Люберецкой теплосети. Сейчас выездной пункт приехал и к людям в погонах. Григорий Ворванин продолжит. На пути к донорству обязательный осмотр врача-терапевта, измерение давления и взятие анализа на гемоглобин. Если уровень последнего низкий, сдать кровь не получится. Это может навредить организму. Те, кому врачи разрешили стать донором, с удовольствием поделились своей кровью. Сотрудники ГИБДД знают, как важна кровь для пострадавших в дорожных происшествиях. Единогласно было принято решение о том, что добровольно, добровольцы вызвались. И вот сегодня устроили такое мероприятие. С 17 мая проходит шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения. Поэтому некоторые инспекторы на эстафету донорства пришли сразу после дежурства. Врачи стремления поделиться кровью оценили и пообещали, каждая капля дойдет до адресата. Мы берем цельную кровь. На нашей станции она перерабатывается. Получается два продукта. Эридроцитарная масса и плазма замороженная, которая потом идет на карантинизацию 6 месяцев. А эрмассу мы проверяем, конечно же, на все инфекции. И пускаем уже для трансфузии в реанимацию и в роддом, в детскую больницу. В эстафете донорства приняли участие 15 сотрудников ГИБДД. Все вместе они сдали около 6 литров крови. Это поможет спасти десятки детских жизней. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.